Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы с вами будем кушать вкуснейший просто хинкал. Это не грузинский, а азербайджанский, самый обычный, лезгинский наше производство. И давайте приступим. Так, сегодня у нас два дня уже, как льет, как из ведра. Вот реально выходишь на улицу, и такое ощущение, что на тебя просто сосед сверху вылил прям ведро воды. И приходишь прям до пяток просто в воде. Поэтому я стараюсь из дома не выходить. И как назло, эти два дня у меня просто куча дел. Я пытаюсь их переносить или лишать в другой день. Но не все получается перенести. Вот. Мясо прям бараниным. Жирнейшее. Люблю хинкал. Просто бума. Рецепт оставлю внизу. Не помню, снимал или не снимал для вас. Вроде как снимали с мамой. Просто нечто. Вы гляньте, какое мясо. Еще кефир. Ммм. Что касается дождика. Это просто был конкретный потоп в некоторых зонах. Вот дай бог. Эта вся тема закончится с коронавирусами. Все дела. И мы с вами поедем в гости к моей бабушке. Я вам покажу дом, в котором однажды был потоп. Три дня был ужасный просто дождик. А у нас получается дорога. И наш дом находится как бы в углублении, так скажем. То есть в яме. Не знаю, с каким умом мужчина, который нам продал этот дом, он его строил в яме. Наверное, он предполагал, что дождик это вещь такая. Ну, в общем, однажды получилось так, что гроза, потом целый день дождь. И у нас просто весь первый этаж был в воде. Дом двухэтажный. И получается, мы были на втором этаже. А на первом этаже был просто бассейн. Мы ждали, пока вода сама по себе там утечет куда-то. Но потом наш сосед сказал, что вы можете остаться без фундамента. То есть это не шутки какие-то. Тем более на первом этаже был холодильник. который после этой всей ситуации сейчас работает, но очень плохо. Да и вообще, прошло уже, наверное, лет 5 или 7. Когда заходишь в дом на первом этаже, чувствуется прям такая сырость. Появились всякие насекомые. В общем, ничего хорошего. Причем у всех дома, у соседей, у соседей справа, у соседей слева, у всех как бы на ровном месте дома. А у нас именно в углублении таком небольшом. Хоть и углубление небольшое, все равно, когда дождик, все это чувствуется. Дождь, который стекся со всей деревни, он у себя дома. Ну, сейчас ты уже ничего не сделаешь, потому что дом уже построен, ты же не можешь под дом положить какую-то табуретку, да, или добавить туда земли. Об этом нужно было думать раньше, но, к сожалению, получилось, как получилось. Ой, какой горячий кофе. Поэтому каждый раз, когда у нас есть дождик, бабушка очень сильно переживает за то, что ее дом в деревне будет в плохом состоянии. Ну, знаете, видит Бог. Соседи наши в тот раз очень нам помогли. Просто, знаете, от души помогли. Один сосед даже не знаю, откуда нашел. Нашел насос и всю эту воду выкачивал в машину специальную. Ну, знаете, есть такая машина с таким огромным бочком, чтобы поливать деревья там, где, например, воды нет. В общем, всю эту воду выкачал. Помог абсолютно бесплатно, не знаю, чистого сердца. Поэтому у меня бабушка всегда по жизни говорила, что нужно иметь хорошее отношение с соседями. Даже вот здесь, вот в Баку, мы как бы не особо общаемся с соседями, потому что мы не знакомы, как в новостройке просто постучишься в дверь и скажешь, привет, я ваш сосед. Давайте знакомиться, давайте общаться. Одно дело, не знаю, у вас есть маленькие дети, которые ходят вместе в школу. Это как-то связующий элемент. Другое дело, вообще нету никаких точек соприкосновения, просто так с незнакомым человеком начать общаться, как-то тупо. Но бабушка всегда говорит о том, что с соседями обязательно нужно налаживать отношения. У нас прям сосед рядом, который жил, это была семья, они переехали, слава богу, они переехали. В общем, папа делал ремонт в этой квартире, мы ее купили. И получается так, что стена, которая связует нас и наших соседей, она мокрая. У них там что-то подтекает. И проблема в том, что если мы поклеим обои, обои отклеются. эту проблему нужно решать непосредственно с их стороны. Так объяснил нам строитель. Но он был прав. Что мы сделали? Точнее, мой отец. И спросил, есть ли дома мужчина. Они сказали, что нет. объяснил ситуацию, что вот такая вот проблема. Они сказали, хорошо, мы как-то решим эту проблему. Проходит месяц, уже время нужно клеить обои. Папа еще раз направляется к соседям. Опять же, открывает невесткам. папа говорит, есть такая-то проблема, вы ее не решили. У меня есть мастер, он может сам решить вашу эту проблему, я могу за это заплатить, дабы вы не создали мне проблему в будущем. и она говорит, да нет там никакой проблемы, откуда ты знаешь, есть проблема или нет, ты была у меня дома. И папа ей говорит, если вы не верите, приходите и посмотрите. И тут вмешалась свекровь, такая говорит, ты на что намекаешь? Ты на что намекаешь? Ты хочешь, чтобы моя невестка пришла к тебе домой и что-то там посмотрела? Как ты можешь такое говорить? Ну типа папа всю жизнь прожил в России, оказывается это ее оскорбило, что ей сказали приди посмотри. Она же все-таки женщина, девушка. Как молодой девушке можно сказать приди и посмотри. Честно, до меня такие вещи немного не доходят, в Азербайджане это есть. В общем, папа не вложил в это ничего, просто сказал посмотри на стену. Люди это неправильно поняли. Потом прошел еще один день, видимо, они дома посоветовались, подумали, что они, наверное, не правы. когда нас не было дома, позвали нашего мастера и решили эту проблему. Иногда люди понимают, что они неправы. Потом у них приехал сын, не знаю, где-то за границей он жил, приехал, они его женили и вот тут были скандалы. Видимо, другой сын, как я поняла, я не поняла, чья это невестка, откуда там это, в общем, говорю вам так, как я видела подробно их семейные тайны, я не знаю. В общем, и там началась такая мочилова. Я, по-моему, даже во влоге в одном показывала вам их дверь, у них просто ручку оторвали с корнем. Постоянные скандалы были с невесткой. Я что делала? Я в ванной подслушивала. Сама по себе мама этих сыновей она была конфликтный человек. Вот изначально сказали, что придите, посмотрите стену с нашей стороны. вот в каком состоянии. Зачем из мухи слона делать? Приди, посмотри. Поэтому, вы знаете, люди разные. И вот бабушке рассказываю эту ситуацию и говорю, что не со всеми здесь можно дружить. То есть, откуда я знаю воспитание, мировоззрение людей. Например, мировоззрение мое и моего парня абсолютно разное. Для него, например, то, что для него ужасно, как такое могло произойти, для меня, ну, в принципе, нормально. то есть, например, для моего парня очень много есть запретов. Это нельзя, на это смотрят как-то нехорошо, это наши традиции не позволяют, а мне, например, плевать на такие вещи, если честно. Вот в этом мы немножко разными. Иногда складывается впечатление, что на борт я такой, знаете, борзый парень, а он такой, знаете, правильная девушка. Это же лук я обычно не настолько вкусно. Другие соседи опять же продали квартиру. Там у них два сына было. Один был такой правильный, хороший, делал намаз. Мне один раз Windows переустановил, папа с ним общался. А второй какой-то алкаш был, пил. Брат с ним ругался из-за этого. В общем, постоянно тоже скандалы были, они тоже продали квартиру. Сейчас у нас там живет другая соседка. Помните, я вам рассказывала, как только увидела маму, такая говорит, вы знаете, это мое не первое жилье. Так просто купили, чтобы задавать. Во-первых, никто у тебя не спрашивал, какое у тебя это жилье и так далее. То есть, просто человек хочет показаться таким олигархом. Вот, у меня очень много жилплощадей, так и хочется сказать, я не из налоговой, мне плевать, сколько ты зарабатываешь и сколько у тебя жил площади. В общем, сегодняшнее видео получилось конкретно про моих соседей. Про хороших и не очень. Возможно, и хороших у меня куча соседей, даже среди подписчиков, я уверена. Просто вот ни с кем конкретно мы не общаемся, именно потому, что вот нету, например, ровесницы у меня где-то среди соседей. И как-то я стесняюсь подойти к кому-то и давай общаться. Как-то не то по мне, да? Даже если хочется. Был период, когда мы только переехали, мне очень хотелось с кем-то из девчонок подружиться. Вот, и не было такой. И даже была девочка напротив, то есть мой балкон смотрела на ее балкон. И она тоже выходила на балкон, и мне хотелось написать на бумажке, что может познакомимся. А потом я подумала, может ей оно не надо. В общем, на этом все. Всех люблю, целую. С вами Блайка и Эмили. Пока!